Вот как мы видим, участники акции «Бессмертный полк» заканчивают шествие. Каждый из них держит в руках один, а то и несколько портретов своих героев. Отмечу также, что в этом году конечным пунктом этого шествия станет площадь в Центральном парке. Мой папа и мама. Папа – житель Люберец. 22 года, в завод Дух Томска ушел на войну с солдатами. Вернулся майор, познакомился на фронте с мамой. Очень трудно в этот день говорить. Как со слезами на глазах, с болью в душе. Это мой дедушка Жандеров Иван Федорович. Он на войну был партизаном белорусского отряда. Он имеет два ранения. И я, как его внучка с его правнуком, сейчас хотим пронести его в память бессмертия. Мы сегодня пришли с дочкой одной, с дочкой другой, с сыновьями, с внуками, с детям. Вот у нас большая компания. Мы посвящаем наш бессмертный полк моим родителям. Сегодня также десятки школьников несут знамя. Легендарное знамя победы. Оно в 2017 году победило в премии «Наши Подмосковья». Нация становится державой, когда мы едины, когда каждый понимает интересы страны. И это понимание идет внутри у каждого, в каждой семье, когда есть истоки народные, которые ценятся и приумножаются. Дорогие друзья, сегодня праздник. Да, праздник со слезами на глазах. Да, праздник, потому что мы ощущаем, что огромная цена, цена человеческими жизнями была оплачена за нашу великую победу. Сегодня, 9 мая, в городском округе Люберцы состоялся легкоатлетический забег «Кубок Победы», посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Первое место – Яшин Алексей, 1993 года рождения. Ученик школы номер, учитель физической культуры и спорта, школы номер 55. День победы, день победы, подарили волосы и деды, от Москвы до Берлина шли в боях, не пометит славный подвиг их веков. День победы, день победы, подарили волосы и деды, мы в своих сердцах храним заветы их, с нами вы в делах и малых, и больших. Этот праздник, пожалуй, как никакой другой, не объединяет весь наш многонациональный народ. Хочу поздравить наших дорогих жителей, пожелать добра, любви, благополучия, крепкого здоровья нашим дорогим ветеранам. Низкий поклон, мы в неоплатном долгу. С праздником, дорогие друзья! Для меня и 27 января праздник большой, снятие блокады, а этот еще, наверное, больше праздник. Вот от всего освободились. С праздником победы. Это для всех одинаково, что вы молодые, что мы старые. Я хочу сказать, чтобы на вашей жизни никогда не было войны, чтобы было мирное небо над головами. Год без выстрела дней спокойных, год без быток ночей осторожных. Вот тогда, позабыв о войнах, начинать уже будет можно. Век без выстрела на земле, век без выстрела на земле. Мы гордимся праздником, посвящаем это детей, рассказываем. Хоть еще маленькие, но уже интересно. Гордость за свою страну, за людей, которые за нас воевали. Потому что только благодаря им мы сейчас живем на этом свете. И правда, от чистого сердца мы им благодарны. Это дедушка Сидельников Петр Митрофанович. Он был участником Великой Отечественной войны. Это дедушка моего Шурина, прадедушка моих крестников и племянников. Это один из самых главных праздников в нашей стране. Это героический подвиг нашего народа. И каждый год мы его отмечаем, мы его помним. И будем помнить его всегда. И будем учить молодое поколение наше, чтобы они тоже всегда его помнили. С днем победы! Ура! Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.